Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Школа ЖКХ» и я, ее ведущая, Зайнеп Хубиева. Сегодня в нашей передаче мы совместно с руководителем Центра контроля в сфере ЖКХ Анатолием Барковым разберемся со всеми трудностями, с которыми сталкиваются жители в отопительный период. Здравствуйте, Анатолий Константинович! Добрый день! Анатолий Константинович, скажите, пожалуйста, сейчас у нас отопительный сезон в самом разгаре. Но все-таки напомним жителям многоквартирных домов, что они должны знать об отопительном сезоне. Как их многоквартирный дом готовится к отопительному сезону? Какие процедуры надо провести? Какие документы надо подготовить? Просветите на наших жителей республики. Здравствуйте еще раз, уважаемые зрители! Ну, наверное, каждый человек, живя в многоквартирном доме, беспокоится вот в этот период межсезонья, когда он наступает, заканчивается отопительный сезон прошлый, и подготовка идет дома к новому отопительному сезону. Ну, конечно, человек должен интересоваться, в каком состоянии находится вся отопительная система инженерной коммуникации. Наверное, человек знает, что программа предусмотрена, уже знает, и мы проводим такую работу с населением, что вводятся капитальные ремонты домов по ветхим сетям, и по кровлям, и по всем остальным. Но, в первую очередь, человек должен знать, я надеюсь, что это не новость открываю, что он должен себя в собственной квартире посмотреть и определиться, загарметизировать двери, окна, убрать сквозняки. Это в первую очередь. В первую очередь. Второе, конечно, он должен знать, работа, надеюсь, люди знают, что они заключили договор с коммунальной службой, с управляющей компанией, что в течение этого периода произведена промывка системы отопительной. Это серьезный вопрос. За месяц, да? Нет, 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 это за весь период подготовки. А, за весь период, то есть с апреля по октябрь? Да, 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 совершенно правильно. То, что готов паспорт объекта. Паспорт, как вы знаете, подготавливается всеми службами, которые занимаются подготовкой к работе в осенне-зимний период. Это ресурсообеспечивающая организация, то ли тепловые сети, то ли водоканал. Вот. Это сама управляющая организация. Это как представитель дома старший, по-дому представитель Совета, ну и представители общественной организации, представители жилинспекции, жилищного надзора и Министерства строительства ЖКХ. А вот основные вопросы, которые человек должен знать, что они делались, что они есть, и он спокойно вступает в период отопительного сезона, в зимний период. То есть, получается, основным документом, который завершает всю подготовку к отопительному сезону, это паспорт готовности? Как и то, да. Там паспорт и все обозначается, кто что сделал и в какой стадии находятся все эти вопросы. То есть, у управляющей организации, у председателя ТСЖ, если это ТСЖ, житель может... Председатель Совета Дома и так далее. Да, может спокойно потребовать паспорт готовности к отопительному сезону. Он обязательный документ. Он обязательно документ. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, вы как представитель общественной организации, не органов государственной власти, как вы оцениваете, как в этом году все ресурсоснабжающие организации, теплоорганизации подготовились к отопительному сезону и многоквартирные дома в республике? Ну, конечно, вопрос очень актуален, очень актуален. Много вопросов имеется, много проблем имеется. Но, тем не менее, я должен сказать, что, в принципе, вопрос подготовки и готовности системы жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенний-зимний период рассматривался на всех площадках и исполнительных органов власти, и общественных организаций. Ну, вот по части нашей Центра общественного контроля на площадке общественной палаты провел круглый стол, где рассматривался вопрос о готовности предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенний-зимний период. Ну, должен сказать, что предварительно, конечно, силами общественных контролеров был проведен мониторинг в целом по республике, где мы могли охватить все это, в основной части, конечно, по городу Черкесску, где можно сегодня однозначно, после этого всего, можно однозначно сказать, что в целом, в целом, система жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период готова. Как подтверждение этому, это срок, намеченный начало отопительного сезона, было запущено тепло без срывов. Это как уже показатель и как уже определение того, что ЖКХ, система жилищно-коммунального хозяйства к работе готова. Анатолий Константинович, вы сейчас сказали, что провели мониторинг, то есть вы посмотрели, какие проблемы есть в многоквартирных домах, по каким критериям проводился мониторинг, что именно вы оценивали? В принципе, вот если говорить о готовности, мы как общественная организация, мы стараемся являть все-таки, наряду с этим положительным, о том, что я сказал ранее, все-таки проблемные вопросы, которые есть в решении этого и готовности хозяйства к работе в осенне-зимний период. Поэтому эту сторону мы смотрели, что же мешало, что не доделано, что намечалось, что не сделано в этом вопросе. Я, с вашего позволения, вот мониторинг вы проводили, проведу, это как немножко отрицательные будут моменты по подготовке и готовности к припятию к осенне-зимний период. Ну, чтобы люди знали, что они должны требовать от управляющей организации, от ТСЖ, от фонда капремонта. Да, понял я вас, спасибо. Вот смотрите, по городу Черкесску, ну почему по городу Черкесску заостряю момент, ну город Черкесск, сами понимаете, основной жилищный фонд это в городе Черкесске. Аналогичные проблемы имеются и естественно по муниципальным районам, по городам, они есть, и звонки поступают, но здесь как определитель, это город Черкесск, ну около 500 домов многоквартирных, поэтому здесь основной фонд. Контролеры проверены, вот смотрите, я приведу примеры таковые, улица Кирова 9, конкретно по объектам, осуществлен осмотр после того, как объект уже стали готов к работе в отопительный сезон. Теплостабжение подключено, промывка от обвинения системы не проводилась, хороший показатель, но не сделан, это точно. Далее, окна подвального помещения закрыты, в подвальном помещении доступа нет, антисанитария, состояние ужасающее, ремонта там не было практически 20 лет. Ту паспорт готовности здесь представлен был. Можно спросить, Анатолий, извините, что перебиваю, кто должен проводить промывку? Промывку должен проводить управляющая компания, управляющая организация, а там как она будет проводить, с кем будет, с ресурсов снабжающей организации, то ли касается тепла, то ли будет самостоятельно, но это вопрос обслуживания утридома сегодня, это управляющая организация. То есть за это граждане отдельно платить не должны, но требовать могут, это входит все в оплату, и они должны потребовать. Конечно, конечно. Хорошо, поняла. А вот то, что вы сказали, в подвальном помещении ремонта нет, чтобы жители знали, это тоже надо требовать от управляющей организации? Только лишь, только лишь управляющая компания. Ну, здесь немножко отвлекаясь, я скажу, что наши граждане, проживающие, должны четко и ясно представлять то, что должна делать у них управляющая компания, организация, допустим, на текущий год. А как она должна знать? Если наши люди будут поактивней, немножко, что, к сожалению, сегодня нельзя сказать, то на общем собрании собственников, принимая, рассматривая договор, который они заключают с управляющей организацией, там все эти вопросы обозначиваются. Когда будет выполняться ремонт, то ли подвальной части, то ли, значит, подъезда, то и общего имущества, которым занимается управляющая организация. И все эти вопросы будут, они будут одержать на контроле. Но, к сожалению, должен сказать, к большому сожалению, наши граждане не настолько активны, чтобы я дальше буду говорить по договорам, которые заключены с управляющим организацией, насколько они выполняются и почему они не выполняются. То есть, управляющие, если тот вопрос, который вы задали, это с управляющей организацией вопрос. Они занимаются управлением, ну, а квартирного дома, с кем заключен договор. Потому что требовать они должны с них. Просто они приходят, жалуются, обращаются в различные органы, говорят, у нас, например, холодно в квартире или еще какие-то проблемы. То есть, промывка не проведена, вот поэтому в квартире холодно. А заранее потребовать управляющей организацией промывку, ну, они не знали. Ну, не только поэтому, понимаете, не только, да, одна из причин. Не только потому, что промывка не сделана, поэтому не хватает температурного режима, чтобы тепло было в квартире. Другие факторы еще есть. Я должен сказать, что, ну, Центр общественного контроля работает в тесном контакте с органами исполнительной власти, с Министерством строительства, с жилищной инспекцией. Поэтому все эти проблемы доведены уже до непосредственно этого круга, до органов исполнительной власти. Но я хотел бы, в первую очередь, отметить и сказать нашим гражданам, в первую очередь, то, что они сами должны, в первую очередь, беспокоиться о том, чтобы отопительный сезон проходил нормально, без срывов. Было в комнате тепло, было в комнате светло, в квартире, я имею в виду. Вот для этого он должен сам все эти вопросы активнее быть самому, собственнику многоквартирного дома, быть активней. И вопросы решать по мере, которые они назревают, ну, как положено их решать. Ранее вы задавали вопрос, как решать. Для этого трехступенчатая система контроля существует, есть, он никто и не отменял. Появляется вопрос, для этого есть первая ступень, старший по дому, представитель совета. Не решает вопрос старший по дому. Вторая ступень, муниципальное образование, районная, городская. Третья ступень, окончательная, там, где находятся рычаги уже материального воздействия на виновника какого-то вопроса, это жилищная инспекция. Вот в этом вопросе будьте активны, мы всех учим. Учим у нас в центре общественного контроля и просвещения ЖКХ и старших по дому. И люди, которые лично приходят самостоятельно к нам, мы всем стараемся обучить, чтобы действительно этот порядок знали. Не нужно сразу писать на президента Российской Федерации, не нужно сразу выходить на главу нашей республики. Давайте в порядке решать. Не получается, да, уже, конечно, включать все рычаги. Спасибо, Анатолий Константинович. Теперь вы знаете, как правильно реагировать на проблемы в отопительный период. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете их задать по телефону горячей линии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики или отправить свой вопрос на наш адрес электронной почты. Также напоминаем, что действует телефон горячей линии управления Государственного жилищного надзора. А на этом у нас все. До новых встреч на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова